Ну что, друзья, наконец-таки мои ручонки сегодня добрались до самого лучшего мода, который существует для игрушки под названием Teardown. По крайней мере, большинство игроков именно так считают. Ну а я, в свою очередь, сегодня это проверю. Но для начала... Здарова-здарова, дорогие друзья, с вами Булкин, добро пожаловать на мой канал и добро пожаловать на новенькую серию по игрушке Teardown. Сплошные разрушения — это минимум то, что нас сегодня ждёт. Тем более, когда речь заходит действительно о полноценном моде на Boeing 737. Именно этот мод считается одним из самых популярных и одним из самых крутых, опять же, по мнению большинства игроков. Итак, Boeing 737, full version, buy offensive, pdf, please pick a name, bingo... Короче, что-то тут написано. Нас интересует всего лишь навсего кнопочка play. Я её нажимаю, учитывая предыдущую серию, в которой... Так, подожди, 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 о-хо-хо, тут какой-то свой хут даже есть. Тут можно настраивать что-то. Сейчас я быстренько проговорю. В предыдущих двух сериях мы пытались запустить мод, в котором, типа, симуляция падения самолёта была. И, как бы, там сам по себе самолёт был не такой уж и маленький. А здесь, я так понимаю, что полноценная, полноразмерная копия Boeing 737. И, судя по всему, он тоже может разрушаться. Но у меня вопрос, что будет с FPS. Потому что... Если честно, ну, я не знаю. Вот, сейчас будем тестировать. Так, FPS... А, тут есть какой-то FPS-мод. Смотри-ка, FPS-мод is recommended on lower-end computers. Типа, короче, на таких себе компуктерах. Ну, типа, для... Ну, так скажем, слабеньких ПК. Ну, давайте попробуем пока без FPS-мода посмотреть, вообще, что будет происходить. Так, мы можем выбрать... Подожди, мы можем... Ага. Типа, на земле, где-то в аэропорту его рассмотреть. Либо, соответственно, во время полёта, как я понимаю. Так. Briefing, you are finally awake. You have no clue where you... Хау, чё, блядь, знать по-английски. Так, cabin options. Охренеть, блядь. Тут ещё места. Так, ну, блин. Не, ну, это очень... Уже видно, да? Насколько это... Насколько запарились. Так, sunrise. А, можем, то есть, получается, соответственно, погоду настроить. Но я думаю, что пусть будет солнышко, как бы, без всего вот этого вот, как бы, это как его, ну, там... Без тумана и так далее. Так. Ground type flat. А, либо земля, либо, опять же, океан можно выбрать. Airplane falling. А, мы можем сделать так, что он начнёт падать, либо он просто... Нет, давайте сначала просто он пусть летит. Не надо, чтобы он падал. Так, я запускаю. И сейчас посмотрим, что будет происходить с FPS. Вполне. 70 ровно кадров в секунду. Это учитывая на секундочку. Опять же, напомню, мало ли, мало ли, вдруг, кто не знает, но весь данный самолёт состоит из... Ну, блядь, они не пиксели, это воксели, чпоксели. Вот это вот, короче, если мы вот так... Во, 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 видно, видно. Да? Вот он, вот он, кубик. Опа! Это уже несколько кубиков. Уже, уже, ещё... По-моему, я поджёг самолёт, кстати. Да. Это не самое лучшее вообще. Блядь. Только я мог... Ладно. Допустим, пусть разгорается. Ну, не знаю. Ну, так получилось. Ну, что-то там, блядь... Блядь, это как-то так себе... Какой-то паники, блядь. Я просто понимаю, что я сейчас в самолёте, который летит. И я как бы это самое взял, просто поджёг. Так, ладно, хорошо. Мы можем из окна прям посмотреть. Он реально летит, да, получается? Ну, облака... Я не вижу, что там происходит. Блядь. Он разгорается. Блядь, я просто взял поджёг самолёток. Подожди, стоп. Хорошо. А... О, что? Ты десейбл... Чего-чего? Я не... Я не понимаю, что это означает. Там просто это... Там просто пожар, блядь, как бы, и... Можно, пожалуйста, пройти в каб... В кабину, блядь? Я просто не знаю, как дверь открыть, поэтому я решил её... Обойти. Так. А, так тут ещё... Подожди, стоп. А... А это ещё и NPC здесь присутствуют? Вы прикиньте? Подожди, а что такое Press H? Я не знаю, что я сделал. Я нажал. Я не понял, что там написано. Тут ещё NPC есть. Нет, пока, я так понимаю, самолёт просто летит. У меня, конечно, есть флаймод. Я смогу, как бы, если что, выкарабкаться наружу. Посмотреть, что там происходит, но... Блядь, там реально... Там реально пожар начался так-то. Не, ну так, посмотрите. То есть, реально полностью воссоздан. В принципе, по пропорциям всё... 34 FPS, между прочим, тем временем. По пропор... Не понял сейчас, блядь. Подожди. Рэгдолл. Это, типа, включает... А, как будто они, короче, типа, теряют равновесие и падают. Я правильно понимаю? А что такое? Какая-то бутылочка. Короче, это... Я попробую, конечно, сейчас пробежать туда. Там просто... Блядь! Он прям... Он прям конкретно разгорается. Я не знаю, падает или нет. Скорее всего, нет так. А, ну, короче, я нажал на H, и почему-то все упали. Все... Подожди, а я... Могу... Блядь, двери такие, конечно. Что? Кто это сказал? Целая... Прикиньте, тут NPC, которые разговаривают. С ними можно взаимодействовать. Чего-чего, Дор? Seems to be out of service. Да и похуй. А можно как-то... О! Бля. Низко летим, что ли? Стоп, что? Бля! Ебать. Так, подождите. Во флай-моде я, в принципе, могу смотреть снаружи. Охуеть, он огромный! Ты прикинь? Он вообще... Я не знаю, это звуки ветра, почему такие громкие. Он очень огромный. Он реально больше, чем та моделька, которую мы смотрели в предыдущих сериях. Блядь, жестко. Пиздец, тут просто сгорело все. Я просто чуть-чуть... Я чуть-чуть продемонстрировал этот воксель-чпоксель и все разгорелось. Офигеть. Но он не падает. Видимо, чтобы он упал, как бы нужно отдельно включить это в моде. Блядь, он... Можно звук чуть-чуть потише как-то, блядь? Сейчас, 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 сейчас. Что-то как-то прям это... Он тут немножко не в тему. Прям по ушам долбит. А, еще, кстати, я хотел этот, Motion Blur, выключить, потому что он не нужен, он только все мажет. Слушайте, но... Он, походу... А, он зависший в воздухе, я понял. Именно в этом случае он зависший в воздухе, потому что, видите, я как бы во флайм-моде, я могу вокруг него как бы лететь. Вот так вот летать, смотреть. То есть он как бы висит в воздухе, поэтому с ним сейчас ничего не происходит. И, по сути... Подожди, стоп, ну-ка, например... Сейчас, мне просто интересно, а он вообще может развалиться как-то? Вот сейчас я просто вот так вот как бы... Здесь ветер... А, ветер! Ветер хуячит, я понял. Ветер специально дует, и чтобы был эффект, что он летит, но на самом деле он стоит на месте. Кстати, прикольно сделано. Так, это гравити-ган, но он мне сейчас не нужен. А что мне так еще и интересное? Торнадо мне тоже сейчас не нужен. Армагеддон, например. Ну, немножко продырявил насквозь самолет. Слушайте, ну он пока что... Он прям... Я, конечно, не знаю... Бля, вот все. Просадка FPS пошла, пацаны. Просадка FPS просто жесткая пошла. Я так понимаю, что если он упадет, это как бы будет пиздец. В том плане, что опять будет просадочка FPS. FPS, я хер знаю, на самом деле, как можно с этим поступить. Бля, вообще, он просто, смотрите, как будто разваливается в воздухе. Я понимаю, что сейчас я как бы воздействую на него. А, даже этот, смотри. Мотор, который, этот, реактивная хуйня, это крутится и все работает. Что-то пожил. Фига себе, как запарились, прикиньте. Сработала, почему только сейчас сработала пожарка. Ну, это, скорее всего, аварийная какая-то хуйня. Из-за того, что я немножечко, скажем так, повоздействовал на мотор. Фига. Не, ну это прям проработанный, конечно, мод. То есть, мало того, что он состоит из такого количества всяких вот этих чпокселей, так еще и как бы... Бля, это жестко, реально. Это реально жестко. Прям, конечно, жестко запарились. И, соответственно, скорее всего, ну, так же может крыло, например, отпасть, если его как-нибудь сейчас отпилить. Я не знаю, миниган, наверное, не самое лучшее оружие. Баллистик страйк, ну-ка. Ну, это атака с воздуха. Правда, мы и так в воздухе находимся. Но, в общем, вот такая вот хрень происходит. Там очень много различных просто элементов. То есть, помимо того, что сам самолет воссоздали, так еще и... Еще и там куча там всяких сидений, какие-то бутылочки, еще что-то. Бля, ну это, конечно, жестко. Мне интересно, а что будет сейчас, если я включу Falling Mode? Типа режим... Свои все падает из него просто! Он разрушается. Мы сейчас попробуем внутрь залететь. Ну-ка, сейчас попробую в крыло. Ну, скорее всего, оно может отпасть, я думаю, да? Скорее всего, оно может. Оно может, я думаю. Ну-ка, лазер. Тут, в принципе, без разницы, на самом деле, что конкретно. Change weapon, подожди, change weapon, лазер. Просто лазером, просто... Ебать! Жестко, блядь! Я просто... Я просто... Можно вот таким вот образом, типа... Блядь, там столько, смотри. FPS 14. Охренеть! И его ветром уносит, смотри. Блядь, жестко, реально. Смотри, я просто распилил самолет. Блядь, так. Стопэ. Меня интересует следующее. Так, рестарт. Нет, не рестарт, стопэ, не рестарт. Надо заново выйти в этот. Подожди, а как я могу это сделать? Change weather. Нет, хотя, может быть... Нет, это так не сработает. Мейн меню, наверное, заново надо загрузить. Так, еще раз. Boeing. Подожди-ка, ну-ка. Во-первых, надо посмотреть falling mode. Ну, типа, когда он, типа, падает. Airplane falling. Так, fine. А, ну вот, типа, можно ветер. Нет, пусть ветер будет. Cessna. А что такое Cessna? Еще Cessna будет там? Нет, подожди. Вот так вот. Типа, он должен сейчас падать. Я правильно понимаю? Блядь, сейчас жутковато будет, я чувствую. Так, и что? Так. Пока все нормально, нет? Подожди, что за хуйня? Или он, типа, уже упал? Не упал. И вроде как не падает даже, если честно. Короче, симуляция ветра работает, это я понял. Подожди, и что произойдет-то? Ну, я точно нажал галочку, да, сейчас? Пока все спокойно. Я, честно, не вижу даже разницы. Ну, с тем, что было, как бы, и... Эм... Он же не может сейчас падать все это время. Блядь. Что-то я не пойму. Он же не падает. То есть он так же висит в воздухе, вот, то есть он не падает. И, как бы, что означал этот фоллинг мод, если честно? Если честно, я вообще не понимаю. Смотри, ну ничего не поменялось, да? По сравнению с тем, что только что было. Я, ну, попробую, конечно, сейчас, например. Я думал, может, его, типа, надо начать разрушать, и тогда он упадет. Но нет, смотрите, он тоже не падает. Тогда что-то не пойму, блядь. В чем заключается, как бы, прикол этого режима? Я чувствую, что фпс прям нормально проседает, потому что сейчас одновременно падает просто куча говна. Просто все, что находится, как бы, снизу этого самолета. Так, понимаю, там еще грузовой отсек, возможно, есть. Блядь, жестко. Просто куча этих пикселей, чпокселей, блядь. Да, но фпс нормально проседает. Так, хорошо, ладно. Я, конечно, не понял этого прикола. Ну, как бы, я думал, что эта галочка означает, что он, типа, будет падать. Но он не падает. То есть, вот, опять же, airplane falling. Ну, типа, правильно же я понимаю? Ну, наверное, да, он должен падать. Так, хорошо, ладно. А если посмотреть вот отсюда? Что здесь вообще? Типа, с земли. Просто в аэропорту его разглядеть можно? То есть, он не будет в полете? Или как это будет происходить? Блин, ну, запарились жестко, да? Запарились... Ага, ну да, я угадал. Бля, они... То есть, сделали аэропорт. Сделали даже вот эту всю херню. А, туда нельзя? Понял, ладно, хорошо. Вот это только самолетик, да? Это зеркало, типа, что ли? Это, походу, зеркало. А, фига, нормально, кстати, придумано. Отзеркалено, и кажется, что тут еще пространство. А на самом деле нет. Как я понимаю. Возможно, я ошибаюсь. А вот, кстати, походу, Cessna. Которая тоже в этот мод включена. Блин, ну охренеть. Просто воссоздать из вот этих квадратиков вот целый Боинг. Просто целый Боинг. Я только не понял вот прикола с падением. То есть, вот тут, опять же, можно чисто так, например, посмотреть на разрушаемость. Потому что здесь нет никакого ветра и эффекта вот этого вот ветряного. Так, ну, например, давай попробуем... Я не знаю, что тут можно попробовать. Мульти... Я уже даже не помню, что это такое. Это сейчас... Сейчас что произойдет? Ничего не происходит. А, происходит. Бля, ебать, просадочка. Просадочка до трех кадров в секунду нормальная, да, такая? Блин. Ну, пиздец. Не, ну то, что он, конечно, так... Ну, реально огромный. И, как бы, это спору нет. Это спору нет. Но какой-то режим... Смотри, даже эти... Что? Какие-то провода, блядь. А, даже эти выскакивают. Прикинь? Начинают... Ебать, он запарился. Вы прикиньте, сколько надо создавать этот мод. Вот эти штуки, я даже не знаю, как они просто называются. Кислородная маска же, да? Они даже выскакивают. Типа, в случае, если там какая-то аварийная ситуация, шкафчики начинают болтаться. Блин, я не пойму. Подожди, я должен сейчас... Я должен увидеть, как это выглядит в режиме фоллинг. Ну, типа, он же существует, но и он должен работать. Соответственно, азар... Еще раз. Так, что такое вирус? Я не знаю, что такое вирус. Давай я все отключу, например. Карго это груз, как раз таки, да? Фьюэл. Это топливо. Хорошо, давай без ветра. А Cessna, типа, если я нажму, то я буду в маленьком самолетике. Правильно я понимаю? Ну, давай попробуем Cessna. Допустим, вот просто вот так вот. Что сейчас поменяется? Или что? Что изменится? Я так понимаю, что это выбор Cessna, да? Или что? Нет. Не понял. А, то, что он рядом летит. Он рядом. Нет, это было не Cessna. Тот был совсем... Тут побольше был. Это Cessna-то куда? Маленький совсем самолетик-то. Что-то я припутал. Так, подожди, и что? Так, а что? Я не понял. Я нажал на H. И что? Просто нужно как-то, может быть, активировать. Я не знаю просто, как это работает, блядь. Как-то, может быть, надо это активировать, или что? Ничего не поменялось. Нажал я, и что, и что? Я думал, что он как-то рухнет, или... Ну, так это же неспроста эта галочка есть. А земля? Ну, вот она, снизу есть. Блядь, он не падает же? Нет. Тут вообще... Ааа, тут вон тоже, вот, это предел уже карты. Блядь, интересно, а как? Смотри, снизу идет все. Так, мы все-таки летим, получается? Короче, это какие-то фишки уже. Свои здесь пошли. Но, вопрос, как сделать... Как сделать, чтобы он это... Ух, ебать. Может так? Да нет, блядь. Особо не помогло. А, то есть, ту уничтожила с одного удара, а здесь не могу, блядь, да? Это как, блядь? О. И что? Собственно говоря. Но он не падает. Я не знаю, он не падает. Хуя себе! Это типа эффект ветра, то что... Какую-то часть снесло, остальное все... Бля, жестко. Но он не падает, нет. Пиздец. Ну, конечно, разрушаемость просто тотальная, блядь. Разрушаемость тотальная. Че за хуйня? Че это означает? Я в итоге, друзья, не понял. Ну, типа я перебрал сейчас все варианты возможные. То есть, опять же, вот этим... Я могу заспаунить цесну, которая мне, в принципе, не нужна. И все. Ну, типа, оушен, но это не так интересно. Blind drug. Airplay falling. Где он falling, если он не falling, не хуёling, блядь? Я не понимаю, блядь, не хуёling. Так, подожди, window. Здесь можно настраивать еще, типа... Ага. Так, подожди. Try selecting seats of passenger. Это что такое? А, типа, даже пассажиров можно... Это вот эти будут... Вот эти вот... Че? Так, подожди. Я все равно не понимаю. Зачем галочка falling mod, если, блядь, это как бы так не работает? Подожди, че, реально пассажиры? Я там... Да. Офигеть. Не, ну запарились. Еще раз повторюсь, над этим модом, конечно, жестко. Кола. И че, блядь, мне с ней сделать можно? Вот эта вот херня, может быть, как-то работает. To disable... Че, 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 еще раз? To disable vegetables, или че там, блядь? Ух, ебать, блядь. Нихуя себе... А! А, я... Я бы понимал, где я, блядь, так... А, это торнадо же, блядь! Ебать! Я только сейчас понял, что я торнадо-ган был в этот момент в руках. Блядь, ну это жестко. Это жестко, тор... Блядь, я понял, представить, какой силы должен быть торнадо, чтобы он засосал, грубо говоря, самолет. Но он не падает. Он не падает в любом случае. В общем, друзья, если подскажете, как это возможно, и вообще возможно ли это, и правильно ли я понял, что это означает, типа, как бы падение... Ну, симуляция падения этого самолета или нет, напишите в комментариях, потому что так-то понятно, моделька просто пиздецовая. То есть, ну, она реально пиздецовая. Но самолет, как бы, он просто зависший в воздухе. Это, с одной стороны, удобно, чтобы его, как бы, рассматривать, там, смотреть, чё как, как он разрушается, вот так вот, как бы, да, то есть, как моделька. А... Чё дальше, как бы, ещё можно... Можно ли ещё что-то сделать? Не понятно. Ну, даже эта хуйня работает. Серьёзно? Вот это жёстко. Нет. Я отвечаю. Это как надо было запариться над модом, и сколько его разрабатывать, чтобы вот это всё сделать. Ну, это реально жёстко. В общем, друзья, если я что-то недопонял, то обязательно в следующей серии попробуем, собственно говоря, ещё поэкспериментировать с этой моделькой. Вообще, что тут можно ещё посмотреть. Ну, так, конечно, это просто, ну, это, мне кажется, очень-очень-очень сложная работа было это всё сделать. Блин, я даже удивлён. Он реально огромнейший. Просто вот каждая мелочь, опять же, за счёт этой игры просто позволяет вот так вот по кусочкам тоже крыло вот так просто разбирать. Пиздец, конечно. Это пиздец. И ещё, кстати, по-моему, если я не ошибаюсь, кто-то писал в комментариях, есть какой-то перформанс, что-то там мод, который вроде как добавляет FPS. И можно попробовать, если так оно и есть, его поставить и запустить тот сценарий. То есть, где вот в предыдущей серии то, что мы смотрели. Может быть, за счёт этого мода можно будет посмотреть ту самую симуляцию падения, только без трёх FPS, а как бы, ну, с большим количеством кадров, если это поможет. Так что, друзья, как-то так. Обязательно в комментариях пишите название модов, которые вы считаете заслуживают внимания, которые там по-своему как-то интересны. Мы обязательно их проверим, посмотрим вообще, что там к чему. Может быть, название каких-то пушек или ещё что-то. Ну, в общем, всё самое интересное, что вы знаете, что есть для данной игры. Подписывайтесь на канал впервые, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать следующие серии. Оценивайте видосики, оставляйте ваши комментарии. До новых встреч, всем удачи и всем пока-пока, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok